Привет друзья, вы много раз просили меня сделать анализатор аудиоспектра на ардуино, вот сегодня этим и займёмся. Это будет 32-полосный анализатор стоимостью около 300 рублей, вы сможете спокойно сделать его себе. Ну и конечно рассмотрим другие варианты. Если делать анализатор спектра своими руками лень, несмотря на то, что это очень интересно, можно посмотреть готовые варианты у китайцев, их там достаточно много. Ссылки на самые интересные я оставлю в описании под видео. Кстати, большинство из них идёт в виде набора для самостоятельной сборки, так что поработать своими руками и попаять придётся, и в конце сборки можно будет даже гордо сказать, есть делиль. Но вернёмся к моей самоделке. Для начала нужно знать, что оцифровка и разложение звуковой волны в спектр задача не совсем простая. Для этого используется так называемое преобразование фурье и прочая высшая тематика. Подробнее почитать об этом процессе можно в любой статье из гугла. Оцифровав аудиосигнал и выполнив необходимые преобразования, мы в идеале получаем набор столбиков. Высота каждого столбика олицетворяет вес определённой частоты во всём звуковом потоке. На компьютере всё уже сто лет сделано, любой медиаплеер показывает вам спектр воспроизводимого аудио. Но мы хотим внешний анализатор со светодиодиками, и нам понадобится некоторая вычислительная мощь, например платформа ардуино. Итак, есть два основных пути сделать анализатор спектра на ардуино. Первый. Готовая микросхема MSG и CUSAIN, которая является 7-полосным анализатором спектра с вот такой диаграммой выделения частот. То есть она охватывает весь слышимый диапазон и может выдавать величину полос в виде напряжения. Получая эти данные ардуино, можно выводить полосы на светодиоды или дисплей. Продается микросхема на алиэкспресс, стоит столько же сколько ардуино, то есть около 150 рублей. Я к сожалению купил всего одну штуку, накосячил с подключением и микросхемку спалил. И вот пока я жду ещё одну MSG EQ7, я правда не знаю зачем, мы с вами рассмотрим второй вариант создания анализатора аудиоспектра. На этот раз средствами самой ардуино, без дополнительных микросхем. Вспомним преобразование фурье и сразу отбросим его в сторону, ведь существует быстрое преобразование фурье. Более того, для ардуино существует готовая библиотека оцифровки звука, и её создатель предлагает нам ещё один вариант. Быстрое преобразование Хартли, это аналог быстрого преобразования фурье, только ещё быстрее. И наша не совсем мощная ардуино отлично справится с оцифровкой при помощи этой библиотеки. Поковырявшись с примерами и подключением, мне удалось получить спектр звука в виде набора чисел. Чем больше число, тем больше вес определённой частоты в спектре. Разложение в спектр идёт линейное, с некоторым шагом по частоте. В общем можно было двигаться дальше. Кстати, производительности ардуино хватает на 128-полосный спектр, поэтому если вам нужны такие точности, можете поковыряться и сделать лютейший анализатор. Небольшое отступление. Всё, что будет показано дальше, вы сможете повторить своими руками, потому что ссылки на все компоненты и инструкции находятся на странице проекта. Ссылку на неё найдёте в описании под видео. Итак, звук в проводе – это напряжение, причём напряжение довольно низкое, если мы говорим о выходе под наушники у телефона или компьютера. Ардуино по умолчанию оцифровывает напряжение от 0 до 5 вольт, и вот этот верхний порог в 5 вольт нам желательно понизить для большей точности оцифровки на невысокой громкости. Делается это очень просто. Подключаем вход опорного напряжения Арев к выходу 3,3 вольта делителем напряжения на резисторах. Я сделал делитель 2 к 1, 3 резистора по 10 кОм, как на схеме. Теперь максимальное напряжение для оцифровки будет около 1,1 вольта, и можно будет работать с таким слабым аудиосигналом, как выход на наушники. Берём какой-нибудь провод от старых наушников и подключаем центральный канал к земле, а звуковой к аналоговому пину. Полярность подключения, кстати, важна. Крайне желательно добавить конденсатор, чтобы сгладить шумы. На самом деле можно собрать и без резисторов, и без конденсатора, но работать будет только на высокой громкости, и будет немного шуметь. Ещё небольшой комментарий к прошивке. По умолчанию частота опроса аналоговых входов составляет около 10 кГц, и по теореме Котельникова можно оцифровать частоту в 2 раза меньше, то есть всего 5 кГц. А слышимый ушами диапазон примерно до 16 кГц, соответственно музыка тоже до них дотягивает. И порог в 5 кГц это как-то грустно. Путём поиска в гугле я нашёл способ поднять частоту оцифровки до 38 кГц, чтобы оцифровать весь слышимый диапазон. Это сделает наш анализатор ничуть не хуже дорогих магазинных. Кому интересна точность, то на один столбик на средней громкости приходится глубина около 6 бит, и можно смело выводить значение на гигантскую матрицу, буквально 64 на 128 точек. Это практически максимум, на который способна ардуино за 120 рублей. Итак, звук в спектр разложили, осталось красивенько всё это вывести. У меня под руками валялся двухстрочный дисплей, который я часто использую в своих проектах. Дисплей с конвертером подключается очень просто, два провода питания и два на передачу данных. Тут я ещё вспомнил, что обычно у анализаторов частота растёт нелинейно. Сначала подробно рассматривается дискс-частотная часть, в которой играет большинство музыкальных инструментов, а затем, наверное, по экспоненте уже отображаются высокие частоты. Вручную накидал промежутки между столбиками, чтобы примерно до середины были низкие частоты, а потом уже всё остальное. Набросав вывод, получил вот такую штуку. Вот смотришь, так и непонятно, правильно работает разложение в спектр или нет. Чтобы продемонстрировать правильность работы, использую первый же попавшийся онлайн-генератор звуковых частот. Как видим, работает чертовски правильно. Также можно задать несколько разных частот, и на спектре мы их все увидим в виде максимумов. Эй, наркоман! Потом я вспомнил, что у меня есть четверённая светодиодная матрица на микросхемах Max 7219, с ней проект будет куда интереснее. Стоит она где-то 200 рублей у того же продавца, и подключается тоже очень просто. Схему скачайте на странице проекта. Убрав из прошивки выводный дисплей и добавив туда отрисовку столбиков на матрицу, я получил вот такую штуку, и практически сразу понял, что проект всё ещё ужасно сырой. Самый главный недостаток – потеря частот, ведь разложил спектр я линейно, на 128 полос, а взял из них только несколько, 32 штуки. И оставшиеся полосы просто пропали, если я начну медленно менять частоту, это будет отлично заметно. У той же MSG EQ7 диаграмма выделения частот выглядит вот так, то есть на одну полосу она берёт довольно широкий диапазон. Проблему пришлось решать, написав некий алгоритм, который будет брать величину соседних непоказанных полос, и суммировать их с некоторым коэффициентом в одну полосу, и в итоге получится то же самое, что у MSG EQ7, только на любое число полос, а не на 7. И вот результат. Теперь как бы плавно я не менял частоту, на спектрограмме я всё равно увижу все, и это очень здорово. Перейдём ко второй проблеме – громкость. Чем тише музыка на входе, тем ниже столбики. Каждый раз вручную настраивать громкости перепрошиваться не дело, я добавил в схему потенциометр. Но крутить его вручную – дело не царское, и я сделал адаптивную настройку длины столбиков по самому длинному. Теперь всё отображается отлично на любой громкости, система подстраивается сама. Третья проблема. Столбики не растут и убывают, а вспыхивают и гаснут, из-за чего анимация кажется очень дёрганой, и смотреть на это не очень приятно. Пришлось добавить запаздывающий фильтр, который учитывает прошлое значение, и анимация стала плавной. Но это всё можно будет настроить. Четвёртое. Не проблема, а отличное улучшение. Добавить точки максимумов, как у взрослых анализаторов, чтобы они заставали на некоторое время, а затем падали вниз. Фух, я налил себе ещё чая и принялся за работу. Нужно было сделать поиск максимумов, задать всякие временные промежутки, скорость падения и всё это вывести на матрицу. Ну что ж, получилось. Теперь мы имеем настоящий взрослый анализатор спектра во всём слышимом диапазоне частот, с плавной анимацией, автоматической настройкой громкости и другими фишками, о которых вы можете почитать в описании к проекту или в настройках прошивки. Единственное, красные точки на фоне красных столбиков выглядят не совсем здорово, я бы даже сказал, что немного мешают. Ну а пока вы наслаждаетесь замечательным пианинным кавером на Seven Nation Army, я хочу посоветовать вам одну штуковину, которая позволит вам буквально прокачать свой мозг. Называется она Vikium и представляет собой онлайн-сервис для тренировки внимания, ускорения процесса мышления и улучшения памяти. Для начала сервис предложит вам выбрать, какие функции мозга вы хотели бы развить. Далее проходим первоначальное тестирование, на основе которого будет составлена индивидуальная программа тренировки. И дальше вас ждёт куча очень оригинальных и очень забавных упражнений, но какими бы милыми они ни казались, они заставляют мозг работать, а именно что-то искать, что-то запоминать или очень быстро принимать решения. Vikium полезен людям в любом возрасте, но особенно в среднем и пожилом, когда мозг начинает медленнее работать, теряется внимательность и способность быстро впитывать новую информацию. Мозговые тренировки на Vikium позволят держать мозг в тонусе, быстро соображать и добиваться успеха как в работе, так и в некоторых наукоёмких хобби. Как, например, то, чем я занимаюсь у себя на канале. Это всё самообразование, никто меня этому не учил. На Vikium тренирует свой мозг уже более полутора миллионов человек. Присоединяйтесь и развивайтесь. Ссылка на сервис ждёт вас в описании под видео. Так как всякие новые и сложные штуки меня не пугают, а автоматически становятся вызваны самому себе, я решил отложить выход этого видео и освоить работу с новой железкой. Матрицы на адресных светодиодах. 16 на 16. Каждый светодиод трёхцветный, то есть это классические маркетинговые 16,7 миллионов цветов. Ну вы поняли, что я хочу с ней сделать. Но для начала всё-таки давайте завершу рассказ о красной матрице. По ссылке в описании под видео переходим на страницу проекта и качаем архив, в котором лежат все схемы, прошивки и библиотеки. Здесь же вы найдёте кучу инструкций, что как установить, куда скопировать и как прошить. В начале кода прошивки, как у меня это принято, виден настройки, при помощи которых можно немного настроить готовое устройство под себя. Первая настройка – яркость матрицы, от 0 до 15. На максимальной яркости матрица, кстати, жарит вообще от души и может потреблять до 800 мА тока. Это я к тому, что питать схему нужно либо от USB 3, либо от отдельного блока питания, любого зарядника от смартфона. Далее идут несколько настроек сигнала, самый важный – это нижний порог шумов, которые отсекаются программно. Также есть экспериментальный режим нормализации пиков, можете его тоже попробовать. Плавность анимации и период цикла лучше сильно не менять, мне кажется, я настроил оптимально. Громкость на выбор – три варианта, меня устраивает автонастройка. Ну и точки максимума – можно настроить время их весения, скорость падения или вовсе их отключить. В общем, загружаем прошивку на Ардуино и наслаждаемся. Система работает полностью корректно и, честно, даже как-то завораживает смотреть на эту пляску светодиодов. У меня на компьютере постоянно играет музыка, но на эквалайзер я обычно не обращал особого внимания. Ну, есть он и есть. Когда буквально руками все это пощупал, как оно считается и как оно выводится на матрицу, взгляд немного изменился. Ведь это реально здорово – музыка и звук становятся графикой. Кстати, насчет яркости матрицы. Максимальной яркости достаточно для того, чтобы, например, проецировать изображение на потолок. Можно взять на Алиэкспресс большую линзу Фринеля и получится большой проекционный аудиоспектроскоп. Я пока не определился, нужно это делать или нет, ну а кому интересно, пишите в комментах. А сейчас давайте сделаем корпус. Его можно сделать из дерева, например, как я делал в счетчике подписчиков ютуб-канала. Или просто поискать в хост товарах подходящую по размерам коробочку. Действуйте. А у меня уже два месяца без дела пылится 3д принтер, обзор на который тоже был на канале. Думаю, настало время им воспользоваться. Сняв габаритные размеры матрицы, спроектирую корпус в бесплатном онлайн 3д редакторе Тинкеркат, который работает прямо в браузере и позволяет создавать простенькие модели, что идеально для корпусов. Как видите, мне понадобилось всего два кубика, чтобы сделать свой корпус. Только сделаю, пожалуй, еще отверстие под провод и под вход для аудио, чтобы потом не сверлить. Все, пошла жара. Вставляем матрицу, и вот такая получается штуковина. Будет отличным украшением стола. Про анализатор на адресных светодиодах я хочу снять отдельный видос, пусть и прошивка для него уже практически готова. И вы можете уже прямо сейчас ее скачать, и у вас получится то же самое, что я сейчас покажу. Ссылка на матрицу будет на странице проекта в разделе ссылок на компоненты, а подключается она ну вообще просто. Источник питания здесь нужен отдельный, потому что если включить матрицу на максимальную яркость, ну в общем, лучше так не делать. Прошивка под эту матрицу тоже лежит в папке с проектом, и она является доработанной прошивкой от прошлой матрицы, здесь добавились только настройки цвета, а именно, каждый столбик разбит на 4 части, каждая имеет свой цвет. Все как у взрослых анализаторов, и каждый цвет можно настроить. Полный список доступных цветов можно прочитать в файле библиотеки, их там довольно-таки много. Также я вынес цвет точек максимума, можно изменить и его. В работе это все выглядит следующим образом, очень ярко, очень круто и очень богато смотрится. Очень много времени на все это было потрачено, но мне кажется того стоило. Я думаю, вместо матрицы все-таки возьму адресную ленту, сам ее наклею, как мне захочется, сколько столбцов и сколько строк, и поставлю в корпус. Вот это будет отдельный видос, но можете уже сейчас собрать себе вот такое, работает оно просто офигенно. Вы наверное спросите, а можно ли подать звук на плату при помощи микрофона? Конечно можно, но вот сигнал будет не очень качественный, особенно если это маленький электретный микрофон без какой-то обвязки и фильтров. У китайцев есть вот такие микрофоны в виде модулей с усилителем и фильтром шумов. Я заказал парочку, потом протестирую. А вот с таким микрофоном, который у меня есть, анализатор шумит, сигнал слабый и все такое. На этом и сегодня все. Если видео вам понравилось, ставьте ему лайкос. А с вами был, как всегда, Алис Гайвер. До встречи в новых видео.